Всем привет! Сегодня нам на обзор привезли вот такое новое устройство. Это чистокровный кореец. Это видеорегистратор премиум класса ThinkPair Dashcam X350. Это совершенно новая модель, она только поступила на рынок в России. И так как мы крутые пацаны, нам прислали еще к ней GPS-модуль, который продается отдельно. Также GPS-модуль дает отдельную запись трека, плюс оповещение о стационарных камерах, которые можно обновлять через сайт производителя. То есть сайт производителя уже есть, он thinkfair.ru, также есть thinkfair.com. Напоминаю, что данный бренд это мировой бренд, это не российский бренд, который заказывает работу в Китае или в Корее. Это именно корейский бренд, который продается и в Америку, и в Европу, и во все страны мира, в которых разрешены видеорегистраторы. Вот, что можно сказать про начинку данного прибора. Матрица Sony, вот, процессор Umbrella A7. Вот, запись у нас идет с разрешением Full HD. Прибор имеет на борту своем Wi-Fi, то есть плюс дисплей. Не только можно просматривать через дисплей самого прибора, вот, ну и просматривать его через планшет, через приложение thinkfair. Давайте распечатаем коробочку, я ее даже еще не распечатал, только сегодня мы получили. Опа. Внутри есть карта памяти с адаптером даже. Ну, на 8 гигабайт, ну, мелочь, но приятно. То есть, вы можете поставить и 64, но для начала, как бы, если у вас, вы купили очень дорогой прибор, и нет денег на очень дорогую карту памяти, вы можете пока копить деньги и пользоваться восьмеркой. Вот сам приборчик, выполнен очень качественно, приятно держать в руках. Вот так он выглядит. Вот так он выглядит. Вот, сзади, имеет большой дисплей, кнопочки управления, вот, тут у нас слот для карты памяти, тут у нас слот для GPS, а сам регистратор на данный момент стоит 14200 рублей, я посмотрел на Яндекс.Маркете, тут вы можете удостовериться, что он сделан в Корее, сейчас сфокусируется. Вот, ну, реально, как бы, корейский прибор очень хороший, аккумулятор он не имеет, как практически все корейские устройства, он имеет только суперконденсатор. Ну, как вы знаете, что аккумуляторы, они в сильную жару начинают сдуваться и взрывать корпус. Вот, также в комплекте, что мы имеем, мы имеем кабель питания, он у нас идет, как бы, сам видеорегистратор поддерживает у нас 1224, то есть вот такой коннектор, чтобы мне подсказывать, что от радар детекторов подойдет, но я не уверен, лучше я потом проверю и вам напишу об этом. Видеорегистратор в комплекте имеет вот такое крепление на двухстороннем скотче, как все чистокровные корейцы, это крепление, оно неповоротное, то есть в Корее не любят снимать ДПСников, поэтому на всех корейских приборах идет крепление неповоротное. Его только можно вниз и вверх. Вот так это выглядит. Спасной двухсторонний скотч, если вы меняете автомобиль, кстати, тремовский скотч, у них хороший, рекомендую. И тут у нас такие штучки на двухстороннем скотч, чтобы вы могли кабель питания провести по кромке стекла, чтобы он не болтался по всему стеклу. Тут у нас книжечка, это у нас инструкция по эксплуатации, она идет на всех языках практически, ну тут много всяких языков, перечислять не буду, на русском есть, вот пожалуйста. Нам прислали GPS модуль, для того, чтобы показали вам, как это выглядит. GPS модуль отдельно стоит 2 990 рублей, видеорегистратор стоит 14 200 рублей. То есть видеорегистратор без GPS, естественно, он не будет писать трек и не будет предупреждать о полицейских радарах. Для этого нужно будет подключить вот такой приборчик, это называется внешний GPS модуль. Вот сам прибор, то есть если видеорегистратор у вас подключен, GPS модуль подключается сбоку и приклеивается уже непосредственно к стеклу. Тут у нас уже двухсторонний скотч идет. Ну, если GPS модуль внешний, естественно, он будет ловить спитники быстрее, чем интегрирование вовнутрь. Ну и в принципе все. Все, сейчас мы включим его, погуляем по менюшке, посмотрим, что мы имеем в меню. Просмотр видео. То есть это первое, что у нас тут есть. Ну, вы знаете, что через видеорегистратор можно просмотреть видео. Данное как бы отсек меню, он как бы предназначен для этого. Дальше мы идем на установку карты памяти, то есть тут настройка идет, разделы карты памяти, форматирование и цикл перезаписи. То есть тут мы можем сделать несколько папок, чтобы они были в карте памяти. То есть события, режим парковки, подачку движения и обычные пользовательские файлы. То есть мы пробежимся, выходим назад, выходим назад и заходим в настройки прибора. Настройки записи. Окей. Чутительность датчика движения, то есть нажимаем на окей, он как бы меняет чувствительность. Вот, идем дальше. Основная яркость. Можно тоже менять, средняя, ясно, темно. Вот, потом идет настройка парковки, можно включить, можно выключить датчик удара во время парковки. То есть тут тоже чувствительность у нас меняется. Идем дальше. Датчик движения выключен. Ну, это то, что касается пользовательских файлов. Выключен таймер. Идем дальше. Дальше у нас есть еще такая интересная функция. То есть, если вы пользуетесь данным регистратором в автомобиле в качестве сторожа, так называемый включенный режим парковки, естественно, он работает от питания самого автомобиля. Эта функция позволяет нам, чтобы не посадить автомобильный аккумулятор, вот тут на 12 вольт поставить можно 12,2 вольта, на 24,24,4. То есть, как только емкость аккумулятора автомобиля садится ниже вот этого ограничения, видеорегистратор автоматически отключается. Это очень удобно, чтобы в один прекрасный момент зимой не прийти, и у вас из-за видеорегистратора сядет аккумулятор. Вот. Системные настройки. Вот тут язык. Давайте посмотрим, какие есть. Русский. Язык. Русский. Упрощенный китайский, японский, английский. Традиционный китайский. Но это нам не надо, самое главное, чтобы русский у нас есть. Вот. Идем дальше. Вот. Громкость. Три положения. Тут стоит второе. Яркость дисплея. Автовыключение дисплея. То есть, его можно сделать, чтобы он через 30 секунд отключался и не привлекал внимания к себе. LED-индикатор включить. Можно выключить настройка даты и времени. То есть, тут настройка даты, настройка времени идет отдельно. Если вы подключаете модуль GPS, тут есть по часовому поясу. То есть, плюс 3 по Москве, плюс 5 по Уфе. Вот. Можно летнее время. Скорость. Километры в час можно, мили в час делать. Метка скорости можно включить, можно выключить. Вот. Это у нас касается уже... Сейчас мы зайдем в эту функцию. Дорожные предупреждения. То есть, предупреждение о камерах. Предупреждение о вылетом на другую полосу. Предупреждение о столкновении. То есть, эта функция у нас можно включить. Все можно выключить и так далее. В принципе, в меню все. Вот мы выходим из меню. Вот. Теперь, по поводу Wi-Fi. Что мы имеем? Включаем Wi-Fi. Мы включаем Wi-Fi. Мы скачали сейчас программу, которая работает с Wi-Fi видеорегистратора. Она называется Dashcam Viewer. Заходим в нее. Вот так все это выглядит. То есть, все настройки можно производить уже с приложения. То есть, если вам далеко тянуться до видеорегистратора, то вы можете, в принципе, все это сделать с приложения. Также просмотреть онлайн. Вот, например, включаем. Вот онлайн можно смотреть. Вот, выходим с этой функции. Идем дальше. G-сенсор. Это файлы, которые, события сняты у нас. У нас их нету. Вот. По движению. Режим парковки. Пользовательские фрагменты. Настройка видеорегистратора. Настройки записи. То есть, непрерывная чувствительность. Это у нас самая низкая. Яркость спереди обычная. Режим парковки у нас чувствительность самая низкая. Но это все настраивается. В принципе, для этого много ума не надо. Вот та же функция, которая по напряжению идет. То есть, то, что мы с вами смотрели. На 12 вольт на 24. Вот. Настройки сохранены. Настройки системы. Тоже язык можно менять. Громкость. Часовой пояс. Если GPS подключить, можно так настроить время. Вот. Тут у нас километр в час, мили в час. Предупреждение о камерах безопасности, если у нас GPS стоит. Вот. Ну, в принципе, у нас есть все, что в видеорегистраторе. Все есть здесь. То есть, каждый раз пароль вводить не надо. Для тех, кто не любит читать инструкцию, скажу вам пароль от Wi-Fi. Это от одного до девяти. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Подключиться. И приложение. С приложением вы можете уже управлять. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...